Всем привет! Сегодня у нас 10 мая. Я сижу у себя в теплице, сижу отдыхаю. Вот всё поливала, ходила. Здесь у меня и баклажаны, и цветы. И высаженные уже в грунт помидоры уже начинают цвести. А помидорки неплохие, томатики. Вот. Это детерминатные. Любаша, Софа и Верочка. И ещё сорт Маруся. Тоже детерминатные. Бутоны завязывают вовсю. Мне в комментариях ругали, зачем вы так рано высаживаете, потом бегаете, укрываете. Вот для этого и высаживаем, чтобы помидорки были пораньше. Чтобы они вот так вот росли хорошо. В жару высаживать их тоже очень плохо они принимаются. Но эти помидоры я выкопала с грядок. Всё чуть-чуть потеплеет, я опять их высажу. Ну а там у меня попозже я высадила помидорки. Но неплохие стоят, нормальные цветы вот у меня. Я выписала на Валбере горшки с землёй, жду. Вот должны приехать, буду рассаживать вот эти питуньи, которые у меня уже цветут. Они у меня... у меня не было горшков, не хватило. Вот такие вот горшки я им сделала. И вот так вот они у меня растут. В общем, жду горшки, буду рассаживать. Вот, жёлтая. Это питунья вся изи-вэйв. Вот здесь у меня в тазу растёт вот такая, пушистая уже большая. Вот. И вот бутоны завязывают перцы. Это эти перцы, которые у меня тут стояли. Я их домой не заносила, я их не высаживала в грядке. Вот так они у меня и стоят в стаканчиках. Здесь у меня цветная капуста. Полила из лейки, вон она легла вся. И помидоры индотерминатные, высокие, которые я должна была вот сюда вот высадить, их в середину, чтобы подвязывать. Но не могу никак их высадить. Вот они у меня желтеют, то ли от холода, то ли от жары, не поймёшь. В общем, не знаю, что будет с ними. Вот так вот они, бедные, страдают. А здесь у меня лобелия. Там ещё вот один горшок стоит, надо повесить. У нас сегодня опять вот такая погода. С утра светило солнышко, потом опять набежали тучки. Ну, заморозок мы этой ночью пережили. У нас ничего не дамёкло. Цветы страдают, стоят, потому что ветер очень холодный. Наверное, сейчас пион бедром накрою. Здесь у меня редиска и на рассаду капуста. А укроп он сам у меня посеялся, самосев. Я его не сеяла. Вот так скрутила листики земляничка на этой грядке. Ветер очень холодный, я плёнку убрала. Может быть, не надо было. Но когда солнце светит, очень жарко под плёнкой. Окропного у меня нету. Или сейчас укрывным накрою. Там у меня валяются укрывные. Я же сняла их с цветов. Не надо что делать. Вот такой вот холодный ветер. И вот листики все, смотрите. Здесь у меня под вёдрами арбузики стоят. А я их открыла, они у меня подвяли. Мне пришлось опять вёдра подставить. Вот это хорошенький. Вот это уже подвял. То ли замёрз, то ли что, не знаю. Здесь не отапливается теплица. Огурцы вот стоят. Я их вот и накрываю тазами, потом одеялами. В общем, здесь ночь простояли. Сейчас пойду, чай попью, отдохну немножко. И потом буду здесь полоть. Чтоб травы не было. Здесь тоже земляничка листья скручивает. Ветер очень холодный. Вот так выглядит чеснок. Вот тоже надо полоть всё. Но травка ещё маленькая. Я между ними посадила лук вот на зелень. Поэтому не могу здесь протяпать. Приходится руками. Земляничка, которую я посадила ремонтантная. Вот она у меня стояла под вёдрами. Ещё сверху одеяло мокрое. Стоит нормально. Цветы вот клематицы я не открываю. Ветер ужасно холодный. Ну а так вот, что были цветы накрыты, все вот стоят нормальные. Здесь тоже вот от ветра от холодного листики скрутили. Здесь лилии вроде нормальные. Лук у меня тоже нормальный. Всё вот надо полоть. Погода не даёт ничего делать. Вот так улучок растёт. В середине вот совсем заросло травой. В общем, вот так вот растения все живы. Конечно, урожая в этом году, наверное, не будет. Потому что я посмотрела, красная смородина там ещё есть. А чёрной смородины совсем-совсем нету мало. Этой тоже, по-моему, нет. А чёрная смородина прям одна-две. А белая смородина, вот, не знаю. Белая смородина вот есть тут немножко, мало совсем. Но есть она. А на чёрной смородине вот есть. Это белая смородина. И на красной есть. А на чёрной смородине совсем мало. Почти нет ничего. Ну а так стоит всё. Я ничего не убираю. Вот всё валяется. Если будет холодно, на ночь буду опять закрывать. Ну а чё делать? В общем, вот так. Немножко хосту вот подмёрзла. Специали минус два. Но мне кажется, было больше. И роза у меня тоже вот подмёрзла. Жалко, очень жалко. Ну чё сделаешь? И гортензия помёрзла. Ну так все цветы вроде стоят нормально. На этом всё. Всем пока-пока.